Благодарю вам, что вы так внимательно слушаете. У меня вообще сложно всё, что рассказывает Евгений. Поэтому я буду говорить ещё более сложно. Смотрите, ситуация какая. Женя рассказала о искусстве возможного. Он говорит, ребята, будьте прагматичными. Я буду говорить то же самое, будьте прагматичными, но моя задача предложить вам, собственно, hack the world. То есть, хакнуть имеющиеся платформы. Иначе мы все будем топливом для этих платформ. Поэтому для того, чтобы о этом говорить, то ключевой вопрос. Женя предложил разобраться в платформах. Я предлагаю разобраться в своих моделях поведения, в группах, которые возникают в реальности и в сети, на платформах. Для того, чтобы хакнуть платформу, необходимо хакнуть все три уровня. Идеологический, технологический и инструментальный. Если вы этого не поймали, вы всегда обслуживаете чужую технологию, чужую идеологию, чужие инструменты. То есть, превзойти себя в каждой точке или по совокупности. Поэтому первое, о чем я говорю, платформа, и вот смотрите, провязка экосистемы геобиоциноз, модель соглашения в отношении метаконцептов. Женя рассказывал о некой антологии френд-то-френд. Это антология, которая заложена в все социальные сети. Антология – это описание бытия социальной системы в логике «мой друг друг моего друга». Все. Кто это придумал, захватил это пространство деятельности. В этой же логике я и хочу быстренько вам сказать, что платформа – это всегда конвертация знаний и ничего более. Знания должны быть верифицированы, проверены и прочее, прочее. То, что Женя говорил о некачественных продуктах, которые могут испортить. Важный первый тезис. Презентацию потом отдам, она будет лежать. Она на целый день рассчитана. Я вам за 30 минут постарайтесь быть внимательными. Кому это не надо? Рисовский – это мой любимый формулизатор, что такое платформа. Участок биосферы, через который не проходит ни одна существенная биоцинатическая, геомофологическая, гидрологическая, микроклиматическая, точная геохимическая граница. Вот сценарий создания платформы. Если вы создадите платформу, где для вашего вида, биоценоза, вас как живых, нет ни одной границы – вы победили. А если есть граница на таможне, и пограничники там устроены качественно, вы тоже можете победить. Находясь в логике размышления о платформе, быть внутри платформы – значит проиграть. О чем мы с вами говорим, говоря о платформах? Мы живем в рамках формальных логик. Нами управляют документы. Мы говорим о госпрограммах – entry. И дальше можно это читать. Если вы это не читали, но пытаетесь действовать, я скажу так – молодцы, действуйте дальше. Формальная логика крепче любого краткосрочного активности всплеска. Попробуйте увидеть. Что еще интересно? Знаете, программа объединяет, там все это написано, но формальная логика работает иначе. Научитесь так работать с формальным документом, чтобы ваша живая структура могла преодолевать документы. Это значит, что вы производите документы, которые преодолевают имеющиеся документы. Если вы не способны победить формальную логику формальной логикой, то тогда надо выходить в уровень сверху, а это еще тяжелее. Цифровая экономика. Обратите внимание, слово, выделенное крупным шрифтом. Хозяйственная деятельность, коллеги. Хозяйственная деятельность. А данные – это не цифра, это в цифровом виде. Смотрите, какая крутая формальная логика, которую никто сегодня не осознает при трансляции в публичном пространстве. Все рассказывают о каких-то цифровых данных, которые уже относились. Данные – это всегда разница изменений процессов, свойств и качеств объектов, предметов и отношений в физической реальности. А уже потом оцифровка при помощи правильного установления источников данных, модели работы с данными, ну и прочее. Да, это все и так, наверное, знали. Самое важное – Всемирный банк. Система экономических, социальных, культурных отношений. Вот что такое, опять же, хозяйственной обвязочки появляется. Опять же, документы, рекомендую читать. Вот это, коротко, что такое стратегия развития РФ в любом типе существования. Это модели повседневного поведения в трех больших сферах. Личная семья, социум, предприниматель, потребитель, экономика, то, о чем говорит Евгений, производство, покупатель. И гражданско-государственное политическое. Ключевой вопрос современности – кому принадлежать будут платформы и корпорациям и государствам. Вот верхний уровень дискуссий – кто хозяин платформы. Потому что на платформе вот это живет. Наше с вами повседневное поведение. Крайне рекомендую понять, что все, что мы сейчас с вами обсуждаем, не нами придумано. Вот пять, шесть, вернее, базовых концептов, которые, по моему мнению, отражают вообще структуризацию мышления о платформах. Транс-дисциплинарный жанр-певж, 70-й год. Сингулярность верно-ридж. Блокчейн, blended value, impact investment, sharing economy, которые, по сути, все знают по отдельности. Рекомендую попробовать их складывать. Например, шеренки конами, казалось бы, владею, распределенно, не пользуюсь, а пользуюсь. Это концепция переописания права собственности, самая грандиозная со времен Римской империи. Владею, пользую, распоряжаюсь разделено на субъекты и, по сути, платформа отжимает своими правилами любого производителя, любого потребителя, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Просто подумайте об этом на досуге. Много могу об этом говорить, долго там, во что приходит, кто ее опубликовал впервые и так далее. Impact investment. Еще забавнее. Рабочее место благодаря трех типам трансформации. Сетевая, технологическая и цифровая. Нет цифровой трансформации. Есть связанность компонентов технологического, сетевого и цифрового. Вот эта связанность сделала мою тушку и тушку каждого из вас рабочее место. Задумайтесь об этом. Крутя. Рабочее место – тушка каждого. Со всеми производными дальше. Просто задумайтесь. А что дальше? А дальше Impact investment говорит, а теперь я каждую тушку упакую в систему отношений платформенного, кроссплатформенного, группового, межличностного взаимодействия, где заберу все, что это рабочее место производит. Каждую единицу времени и внимания. Нет никаких денег, коллеги, пора вспомнить. Есть дары природы в окружающем мире, дары природы, данные вам в теле. Есть время и качество внимания, через которые вы конвертируете дары природы в то, что называется ценности, ценники, предметы, объекты и отношения. Поэтому Impact investment упаковал уже нас с вами в такую систему отношений, где мы уже отдаем все время и все внимание, не ценя его. А вот назад выгрызать придется, кто как способен. А сколько кто выгрызет, я посмотрю. Ну и вы посмотрите на меня, на вас, на себя. Landed Value – еще более качественная концепция. Она говорит, почему это хорошо, а почему это плохо. А так как нет четких метрик, то компания, которая сожгла эти леса или загрязнила эту реку, она же такая хорошая, она же инвалидам помогает. А вот эти хорошие, они или сарость, а ты все на них денег нет, попрошай и через хуй. Метрики нет. И в этой развязке любой концепт определяется в оценочных критериях держательной платформы. Ну, почитайте. Блокчейн – офигенская штука, которая должна была говорить о некой системе непереописанной истории с массой чего. Превратилась действительно в спекуляции. И это не случалось, это мы с вами так устроены. Нам сначала нужно хакнуть ближнего своего, а потом подумать, не хакнуть ли он меня. Поэтому блокчейн – это попытка оцифровать человеческие слабости и сделать человека сильным. Невозможно оцифровывать слабости и сделать человека сильным. Блокчейн – это мое критическое мнение. Кстати, не воспринимайте ни одного моего слова. Я всего лишь их выдумал в поле моего сознания. Выдумайте свое. Блокчейн, для меня вот я посмотрел, что такое настоящий блокчейн, как идеология. Это такой тип отношений по поводу хранения, пользования, копирования, распространения информации. Вот, архив МТВД – ответственное хранение документов. Вот блокчейн. Нельзя, находясь внутри блокчейн, понять его нормы и правила. Нужно найти выход из него, чтобы посмотреть на него. Ну, сингулярность нам предлагает платформа. Вот идеальная платформа. Ну, по сути. Это же идеальная платформа. Все потребности удовлетворены. Все. Бегать никуда не надо. Все красиво. Ну, это пугалки. Вдруг кому нравится такой мотиватор. Базовый сюжет, который мы говорим, что будущее нельзя угадать, нужно придумать, договориться и сделать. Шанс небольшой, потому что мы живем в чужом будущем, но пробовать можно. Концепты, о которых я сказал, они создали нам пространство размышления глобальное. Нам нужно искать свое место. И это неплохо. Нет знака минус в технологии. И то, как мы на него заходим. Я сейчас немножко провокационно говорю. Там масса позитивного в каждом рассказанном нормаменте. Но моя задача, чтобы вы сейчас, размышляя о практике, которую Женя задал очень точно, ну, про себя немножко думали. Ну, и врали меньше себе. Я-то точно вру сам себе каждый день. Потом вечером думаю, почему я это делаю. Что ждет нас впереди? Это некие интересные... Два года назад это просим Waterhouse. Посмотрите просто, какие вещи будут. Они уже в волновом сбываются. И мне больше интересно было вот это. Это как раз бизнес руководителей высокого уровня. Там 62% говорят, что заказчики приобретают товары и услуги через одного поставщика. 62% уже два года назад об этом говорили. То есть мы видим, как это все изменяется уже сегодня. И то, что мы понимаем от автомобилей к мобильным решениям. Платформа. От персональных геометрических устройств персональной фармацевтики. Платформа. То есть в каждой точке есть большие платформы, держащие на больших онтологиях. Биомедицинских и так далее и так далее. Которые обеспечивают полную интероперабельность всех создаваемых на платформах приложений. По сути, деятельность цифровой экономики это приложение, которые интероперабельны с платформами и другими приложениями. Да, это основная угроза цифровой монополии, конечно же. Потому что то, о чем говорит Женя экспоненциальный рост, это монополизация рынков за счет глобальной концентрации данных. Кстати, количество преступлений по отношению данных превысило количество преступлений по отношению к деньгам в этом году. Что это такое? B2C, C2C и прочее прочее на самом деле нет C2C, а есть компьютер, 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 который для нас единый компьютер, который по сути делает каждого, как это, клиентом или креатором. А дальше вопрос о том, что время и внимание, как основа учетных единиц и систем, критерии оценки. Современная платформа, тут будет несколько революций платформ, потому что современные топиратские платформы, монопольное владение, они либо нас поработят, в хорошем смысле этого слова, мы будем пристроены, нам будет не холодно и сытно, либо там начнут возникать педики, и мы будем с этим как-то, значит, отстраиваться. Так вот, тема ключевая – это компьютер, 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 как платформа, где мы с вами, все пользователи, не нужны программисты, а главная ценность – это модель, не платформа. А модель, при помощи которой ты можешь хакнуть эту платформу. То есть получить свое, не отдав свое. Новые рынки и субъекты, по моему мнению, приближаются по своей сложности к квантовым механическим описаниям и требуют именно такой сложной математики. Потому что скорость изменений, она не имеет субъективного времени. То есть субъективное время на платформе вообще в цифровом мире отсутствует. Моя жизнь может считаться в 80 или в 180 вариантах каждый день и постоянно таргетировать, сужать – а кто же я такой? Понимаете, да? Игровое время, субъективное время – другое. Поэтому мы уже проиграли, как только включили. Если мы будем играть в это, мы проиграем. Так устроен этот мир. Что такое сегодня цифровая среда и платформа? Программный программист – базовое ограничение, которое будет снято в течение ближайших 5 лет. По моему мнению, в эту сторону идут мировые онтологические площадки. BIM, iPod, многие вещи, которые задают. Такой тип рассуждения человека-машинного, где программист не нужен. Нужен алгоритмист, нужен математик серьезный, антолог, все остальное – пользователи. Так вот, каждое устройство имеет цифровой хвост. Хвост оставляет след. Этот след создает цифровое пространство. Как им будут управлять этим пространством, зависит от правил. Я посмотрел и понял, что мне нравится аналог, я его не встречал еще в мировой литературе и комбинациях, рассматривать цифровой мир при помощи микробиолога. Человек в городе в биологическом смысле имеет вот здесь микробиоту, которая производит последствия микробиологического процесса. Канализация поля аэротенков на выходе из города встречает все это, смешивает, создает чистую воду. Там тоже нет субъективного человеческого времени. Скорость познания отстает в разы от метаболизма, скорости изменений в микробиологической среде. Ну, это мой там прием, вы можете найти свой, можете этим пользоваться. Что хорошо, микробиология производит чистую воду. Кто произведет чистую воду цифрового мира? Потому что вода в обороте дает жизнь. Если чистую воду в цифровом мире кто-то канализирует на себя, ее цена будет любая, какую он запросит. Поэтому тоже интересный сюжет. Дефицит языков понимания начал наталкивать меня на мышление о том, куда ехать. Я нашел один из аналогов компании Палантин, который стоит больше 20 миллиардов долларов, просто на том, что занимается моделированием. Динамическая антология. Кому интересно, почитайте в сети. Очень забавно. Люди, которые на моделировании сложили 20 миллиардов долларов капитализации, потому что из одного продукта смогли сделать бесконечное мультипродуктовое решение. Модель работы с информацией. Вот здесь краткая история о чем? Мы-то с вами уже живем не в физическом мире, а в аналоговом. Мы по аналогии своего тела и своих чувств, ощущений, переживаний создаем картину мира. Теперь мы говорим, а теперь следующая картина мира цифровая. Но трубопровод, которого нет в цифре, его нет как бы в реальности. Где его искать? Поэтому очень интересная штука – это моделирование. То есть бизнес-моделирование, моделирование деятельности и вообще пространство моделирования согласовывает цифровое и физическое реальное. Там находятся ответы, и они очень интересные, подчас волшебные. Ну, например, базовая модель Юбера состоит из двух точек. Запрос на перемещение штук килограммов, оформленный и формализованный и оформленный. И отчет о удовлетворенности перемещения штук килограммов, формализованной и оформленной. Все остальное не важно. Вот когда люди сделали эти две вещи, там нет дорог, такси, ничего. Вот эти две точки смогли себе представить. Дальше ответится Юбер. Потому что им же не важен таксопарк, машина. Иначе они не смогут сделать модель, которая имеет меньше итераций, меньше объектов. Это то, что вам предлагается сегодня попробовать. Да, работа с эффектами, о чем говорил сегодня Женя. Платформа – это конвертация знаний от фундаментальной науки до конечного продукта. Продукты – это эффекты. Я сегодня рассказывал уже такой скорбезный немножко случай, но он от академиков мне достался и вам тоже расскажу. Академик говорит, я понял, чем изделие отличается от продукта. Изделие номер два. Говорит, его же можно сделать бомбочку водяную, а можно шарик надуть. Говорит, три эффекта, три продукта из одного изделия. Поэтому вот это мышление, то есть три рынка утроения продаж за счет того, чтобы возникло эффективно продуктивное мышление, а не производство резинового изделия номер два. И вот для того, чтобы это было, эффект протягивается до внешней стороны, до начала, до фундаментальной науки. То есть маркетинг, научные идеи, как обязательная история для сильных платформ. Это мы пропустим. А, модель мотивации. Вы попробуете поработать, разделив мотивацию и стимулирование. Как уж вы там представите, где морковки, а где образ будущего. То есть мотивация – это я красивый в будущем и мир красивый. А стимулирование – то, что я могу положить в карман, счетные за заслуги в прошлом. А мотивирование – за будущее. Нас манипулятивно погружают в одну и современная психология, маркетинг и остальное рассказывают нам о мотивации. На самом деле это легкое передергивание. Потому что страхи, страсти, вера, верность и функциональность, эффективность – это то, что лежит в основе мотивации. Страхи, страсти и функциональность решаются через веру и веру. Чему-то. Если есть чему-нибудь. Потому что может быть нечему. Тогда все нормально. Продукт манипулятивного воздействия в каждом из нас сформирован полностью. Образование можно пропустить. Это тоже. Хотя вот это вот базовая штука платформа. То, о чем говорил Женя. Все там. Только поменяйте тему преподают работодатели и так далее на любые свои другие ассоциации. Вот вам платформа. Если она долгоживущая, она обязана это иметь. Каждый входящий в нее имеет чему научиться. Получит свое качество жизни по своему делению. Ну, это базовая задача. Те, кто вообще создают платформы – это бизнес-архитекторы, инженеры, антологи и так далее. Это нужно. Да, вот это вот важная история. Если вы собрались что-либо делать, ответив на эти 6 вопросов, вы понимаете, вы делать собрались или разговаривать. Всего всегда достаточно. Это значит, в момент договоренности вы делаете первое действие. Или уже сделали. Если вы идете что-то искать, кто-то апельсины, кто-то деньги, то вы хотели поговорить о мотивации или стимулировании друг друга, но не отдельно. У каждого есть возможность на платформе. Если это есть – круто. Сжатие субъективного времени – это значит без платформы год, с платформой две минуты. То есть на порядок. Если вы этого не делаете на платформе, то тоже нет смысла. Система поддержки – принятие решения каждого участника одновременно. Мы знаем СППР – система поддержки решения врача. Я пришел к врачу, а он там человек по мне решил. Вот если есть у меня такая же система, я говорю, товарищ врач, у вас еще 8 вариантов есть, выберите, мне вот этот больше нравится. И тут же регулятор включен. Это о чем говорит Женя при кейсе о правилах «кто-то должен цензурить». Регулятор здесь же в момент времени при принятии решения каждого участника. Кстати, таких платформ нет сейчас. Просто нет, когда обеспечивает такая вот запускающая механика. И продукты бесплатно, а сервис как инвестиции. То есть машина бесплатна, а сервис мы осуществляем на ней – это то, что оплачивается. Вот, новые теги, рынки новые. Ну, что-то такое. По смыслу покупать этот отход. Коллеги, я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы позволили мне высказаться. Дело в том, что всем этим, вот Женя, я и многие ребята, которые находятся в точках кипения, занимаются. Занимаются в деле, а не только в рассуждениях. И мне очень хотелось бы, чтобы вы тоже в эту сторону сделали шаг для себя. Потому что то, куда мы приглашаем, это, я думаю, расскажет Кирилл. Куда мы, собственно, зовем собравшихся здесь. Мы зовем не поговорить, а в том числе поговорить. Да, все, да. Субтитры делал DimaTorzok.